Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем исследование Бога в Духновенной Псалтире и сегодня мы будем читать 129-й Псалом. 129-й Псалом – это из группы псалмов с надписанием песни степеней или песни ступеней. И начало псалма «Из глубины я взывал к тебе». Из какой глубины? По Феодориту Кирскому и по Зигабену имеется в виду из глубины сердца. То есть из средоточия чувств «Я взывал к тебе, Господи, Господи, услышь голос мой». Этот псалом небольшой, всего шесть стихов, поэтому постараемся как бы вчитываться по возможности в каждое слово. «Да будут уши твои», – продолжает псалмопевец, – «внимательны ко глазу моления моего». То есть, хотя он взывает из глубины сердца, из средоточия чувств, но это глаз настоящего моления его, и он просит, чтобы уши Господа были открыты для этого гласа, который произносится, звучит из средоточия чувств сердца молящегося человека. Далее идут слова очень известные в святотической традиции, часто повторяемые. «Если беззаконие будешь усматривать, Господи, Господи, кто устоит?» По златоусту имеется в виду на праведном суде твоем. «Кто устоит, если беззаконие будешь усматривать?» И действительно мы знаем, что Господь усматривает недостатки, «как сказано в Библии, даже в своих ангелах, тем более в людях». «Ибо у тебя лишь очищение». То есть только от Господа человек может пережить очищение, которое удалит всякое беззаконие с его души, с его сердца. «Ради имени Твоего, Господи, я уповаю на Тебя». Здесь речь идет о имени Господь. Мы помним, что он означает меру божественного милосердия. Значит, псалмопевец молится. «Ради милости Твоей я уповаю на Тебя». Он как бы говорит, зная, что Ты милосерд, я уповаю на Твое милосердие. Уповала душа моя на Слово Твое, уповала душа моя на Господа. А в чем разница уповать на Слово Божие и уповать на самого Господа? Слово Божие — это божественное библейское откровение, которое рассказывает нам о Боге, позволяет нам как бы созерцать его внутренний мир, постигать его характер, его природу. в той мере, в какой мы можем это вместить в себя. Поэтому начало как бы Богообщения — это сначала через Его Слово. «Уповала душа моя на Слово Твое», но общение с Его Словом приводит нас к Нему самому. «Уповала душа моя на Господа». То есть здесь как бы взаимосвязанная очередность событий. «От стражи утренней до ночи, от стражи утренней до уповает Израиль на Господа». Здесь имеется в виду, как в течение дня менялась стража, была дневная стража, дневной дозор, была ночная стража, ночной дозор. И как стражники выходили на свою службу утром и вечером, днем и ночью, так и верующий должен предстоять перед Богом в молитве, как стражник, оберегающий свою душу, и души тех, за кого он молится, за кого он предстоит. И последний стих, это шестой стих. «Ибо у Господа милость, и великое у Него избавление». «У Господа милость» здесь как бы игра слов, если само имя Господь означает «милость», то получается «Ибо у милосердного милость, и великое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его». Что значит «избавит Израиля от всех беззаконий Его», то есть будучи милосердным, Он простит все беззакония, Он не будет наказывать, и Он не вменит греха в грех. Не в том смысле, что Он совершит апологию греха, а в том смысле, что Господь настолько очистит нас, что Он дарует нам оправдание, то есть приведет нас к такому состоянию, когда человеке, можно будет сказать, оправдан, то есть никогда не был виновен. То есть прощение переживается автором этого псалма как возможность начать жизнь с чистого белого листа.